Курс на восток. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа посетил самый отдаленный населенный пункт региона. Юрий Бездудный осмотрел все социально значимые объекты поселка. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Прибыв в самый восточный населенный пункт Ненецкого округа, Юрий Бездудный первым делом отправился в сельскую амбулаторию. В медучреждение расположены кабинеты для приема пациентов, процедурная и аптека. Здание амбулатории было построено 7 лет назад и соответствует всем современным требованиям. Трухом? Трухом, да. Отлично. Вот, есть. У нас есть у меня на моноблоке, на ноутбуке у фельдшера второго тоже трухом. То есть, если в случае какие-то видеоконференции мы располагаемся, все. То есть, фактически вы можете провести консилиум, если необходимо. Появляется пациент, нужна консультация специалиста, узкого, допустим. Вы выходите на связь с Нарьинмаром и консультируете. С терапевтическим отделением у нас уже было. По необходимости, да. Но с качеством интернета все это зависает. И потом мы переходим с телемедицины, просто в телефонный режим. И уже дальше договариваю. Как пояснила руководитель медучреждения Ольга Надоенко, высокое качество интернет-связи – жизненная необходимость. Ведь Уськара отдалена от Нарьинмара на сотни километров. А потому консультация посредством телемедицины зачастую – единственный шанс реабилитировать тяжелых пациентов до прилета бригады санитарной авиации. Далее в маршрутном листе делегации – магазин Карского потребительского общества. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа проверил, не завышают ли цены на продукцию, а также ознакомился с ассортиментом продовольствия. Убедившись в том, что населенный пункт в продовольственной безопасности, Юрий Бездудный направился в учреждение образования. В детском саду сейчас ведется воспитательный процесс. В школе идет текущий ремонт и подготовка к новому учебному году. Вы в ремонте сейчас, да? Потому что смотрю, что вы сняли, да? Да, конечно, все в ремонте. Все ремонтируется, все красится, все как бы клеится, где-то что-то нужно. Готовьтесь к учебному году. Конечно, готовимся, обязательно готовимся. Все, как бы, всего хватает, вроде бы все хорошо. Все материалы есть? Материалы у нас, да. Успеваете к первому сентября подготовить школу? Конечно, все, успеваем, все делаем. А вот сельский дом культуры сегодня в плачевном состоянии. Здание 50-х годов постройки на 60 мест не справляется с нагрузкой. Выход один – строить новое. В это здание нет нерационального вклада. Нет смысла делать капитальный ремонт. Нужно строить новое. Тут, в принципе, даже по площадям, Юрий Васильевич, мы по площадям уже у нас, если проводить праздники, мы не проходим, мы не влезаем. И состояние здания сегодня удручает еще масса народу, поэтому мы всегда... На сколько мест вам нужен зал? Ну, я думаю... Этот на 60... На 150 это достаточно. Да, это большое. Какой-то типовой проект есть? Есть типовой проект. Есть типовой проект. И мы, и я ознакомлена с типовым проектом, неплохой проект. Также в ходе рабочей поездки глава Карского сельсовета Евгения Амеличкина поведала Юрию Бездудному о проблемах местных рыбаков. Сегодня жители Ость-Кары не имеют законного права вылавливать рыбу для себя и пропитание. Процесс контролируется надзорными органами. Акватория Карского моря не входит при этом в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. Временно исполняющий обязанности губернатор Ненецкого округа взял решение этого вопроса на личный контроль. По возвращении обратимся в Минсельхоз и Роскомрыболовство для того, чтобы внести Карскую губу в западно-сибирский рыбохозяйственный бассейн. Для того, чтобы была возможность жителям рыбачить для себя, для пропитания. Да, потому что сегодня нет у них возможности пользоваться и не имеют права не вылавливать ту же новагу зимой. А это их жизнь, это их быт, это их необходимость обеспечить себя, своих детей свежей рыбой. Но сегодня они этой возможности не имеют. В завершении рабочей поездки делегация возложила цветы к обелиску и почтила память героев-земляков. Алина Ваучейская, Антон Водряков, телеканал «Север», посёлок Усть-Кара, Ненецкий округ.